Пасхой Пасхой В честь того самого Кондитерского изделия, которое Им разрешают в эти дни Есть попы Что касается самих попов, то На вопрос о том, почему праздник называется Пасхой, они начинают Удивительным образом ондулировать Они начинают Всяко извиваться и тщательно заводить Камень рака за камень Они начинают рассказывать про исход евреев Из Египта и другие сказки Хотя на самом деле все обстоит Гораздо любопытнее Настоящее подлинное звучание Название этого праздника Песах У него есть еще и другое имя Это, если не ошибаюсь, Хаг Амацот Это Древнееврейский праздник Еврейский праздник Установленный в честь того, что В этот день Древнееврейский бог Отмщая Египтянам за какие-то Мелкие бытовые неудобства, которые они Причиняли евреям Перебил Умертвил Уничтожил всех младенцев Первенцев В земле египетской Еврейские же дети В ту ночь, когда Происходили эти массовые убийства Младенцев Остались живы по той простой причине Что Евреи намазали кровью баранов В свои двери И ангел Который совершал убийство Обходя дома Принюхивался к двери И понимал, что ему сюда заходить не надо И надо идти дальше Эту вот хитрость С бараньей кровью Подсказал евреям их бог То есть Пейсах Пасха Обозначает буквально Прошед мимо Или прошедший мимо В корректности моего изложения Очень легко убедиться Для этого достаточно взять Главную книгу Христиан Библию Открыть ее на Если не ошибаюсь 12 главе Книги Исход И прочесть Начиная Ну там Можно читать с 22 стиха Можно читать с 26 Смысл тот Что в полночь Господь поразил всех Первенцев в земле Египетской От первенцев Фараона До С первенца Узника Находившегося В темнице И встал фараон Ночью сам И все рабы И весь Египет И сделался великий вопль В земле Египетской Ибо не было дома Где не было бы Маленького Мертвеца Ну то есть Как всегда В христианстве Все опять Сплошное Повальное Человеколюбие Связь этого события И главного Христианского Праздника Теологически Тоже очень четко Установлено Здесь причины В жертвенной крови В торжестве Евреев И в других Вопросах Церковники Правда Как-то стесняются Очень этого факта И избегают Разговоров На эту тему С той же Настойчивостью И аккуратностью С которой они Избегают Там Вопросов По поводу Обрезания Иисуса Христа Хотя Какие уж Могут быть По идее Тайные Недоговоренности Между своими Людьми Странная Застенчивость Как известно В основе Православной Культуры Лежат Священные И важнейшие Основополагающие Книги Еврейского Фольклора То есть непосредственно Тора И Тигелим Тора Это Пятикнижие Моисеева Важнейшая Часть Библии Которая Рассказывает О сотворении Мира Тигелим Это Псалтирь Который Тоже Является Во многом Основой Православного Русского Национального Мировоззрения Вот Самое страшное Что может быть В результате Всей этой лекции Что все-таки РПЦ Выдаст мне Какой-нибудь Орден За катехизацию Своих же Дерующих Ну Ничего Переживем Я думаю Что где-нибудь Местечко Для этого Ордена Я все-таки Найду То есть Вот такое Любопытное И знаковое Происхождение Русского Народного Православного Праздника То есть Тысячи Десятки И сотни Тысяч Людей Употребляют Этот термин Совершенно Не задумываясь И не зная Того Что он Обозначает Массовое Истребление Детей И торжество По этому поводу Но Что касается Незадумывания И употребления Различных слов То теперь Попа Можно уже Узнать С закрытыми глазами Потому что Если вы где-нибудь Слышите Слово Про Законы Термодинамики Или слово Энтропия Можно С уверенностью Говорить Что эти слова Употребляют Попа Я не знаю Кто главного Попа Гунзяева Научил Про изнесению Слова Энтропия Но Количество Вот этих Наукообразных Терминах Совершенно Неприменимых Ни к теории Эволюции Ни к теории Абиогенеза Ни вообще К одной Научной Реальности У них Стало Зашкаливать И точно так же Они вдруг Очень полюбили Говорить На темы Начал На самом деле Конечно А не законов Начал Термодинамики Абсолютно Судя по всему Не то что Не умея их Формулировать И не зная О чем они говорят Но Попугайский Повторяя Применительно К своим Поповским Идеям Что выглядит Конечно Феерически Смешно И вообще Как мы видим Вот это Иондулирование Это вот То что То что церковь Все тщательнее Тщательнее Трется Об ноги науки И виляет Перед ней задом Это очень характерно И удивляет Нахальство Основанное На невежество Ориентированное На невежество Мас С которой Попы Пытаются Забрить В так называемые Верующие Таких людей Как Павлов Таких людей Как Дарвин Ну что касается Атеизма Павлова Я уже говорил Что касается Атеизма Дарвина Я вас отошлю К замечательной книге По названию Автобиография Где Сэр Чарльз Описывает Свои ощущения От религии Свои ощущения От христианства Свои ощущения От Евангелия Это страница Страница 101 Автобиографии Где он Подытоживает Что это Учение Отвратительно И что Оно Заслуживает Доверия Не больше Чем Верование Какого-нибудь Дикаря Тут же Дарвин Абсолютно Четко Это уже Конец жизни Это подведение Итогов Это взрослый Сильный Мудрый Дарвин Отвечающий За свои слова В конце концов Я стал Совершенно Неверующим Но происходило Это настолько Медленно Что я не чувствовал Никакого Огорчения И никогда С тех пор Даже Ни на единую Секунду Не усомнился В правильности Моего заключения Вообще Действительно Легкомыслие И нахальство С которым Папой пытаются Грести Выдающихся Людей Выдающихся Мыслителей И ученых Прошлого Под свою Поповскую Гребенку Конечно Поразительно Хотя Вы должны Понимать Одну Очень важную Вещь Совершенно Неважно Какого Цвета Кепочка Была На свидетели Да То есть Совершенно Неважно Какие Личные Бытовые Или Субъективные Привычки Были У того Или у Иного Человека Важно Какие Он дал Показания На идею Бога Возьмем Чего уж Далеко Ходить Возьмем Там Менделя Грегора Менделя Который Был Вообще Духовным Лицом И Который Вероятно К религиозным Вопросам Мог Относиться Вполне Серьезно Но Именно Закон Расщепления Гибридов Второго Поколения Дал Тот Ключ Творцам Теории Абиогенеза Который Позволил Окончательно Достроить Эту Теорию То есть Это тоже Было Прежде всего Показание Против Идеи Бога Или Можем Вспомнить Чарльза Скотта Шеррингтона Который Влечь Традиционной Какой-то Стандартной Религии Обычному Культу Он Увлек Синьел Гигельянством Которое Было Модным В 30-е Годы В Англии И ушел Из науки И на его Похоронах Его ученик Фултон Замечательно Сказал Что он Не знает Такого Второго Примера Когда Работа Ученого Настолько Полно И всесторонне Опровергала Личные Взгляды Этого Ученого Это надо Тоже Очень хорошо Понимать Что касается Взаимоотношений Церкви И науки То Поверьте Вы всегда будете По этому поводу Слышать ложь Вы всегда будете Слышать нелепые доводы По поводу того Что Коперник Был церковником По поводу того Что кто-то еще Был верующим Ну во-первых Помните Что тогда Атеистам Было быть Очень опасно И приводило К трагическим Последствиям Во-вторых Действительно Личные бытовые Взгляды Как правило Никакой роли Не играют И а насчет Опасности Вот еще Замечательный факт Который мал Кому известен Ведь дело Не только В десятках И сотнях Костров С учеными Дело Не только В том Что Мы почему-то Забываем Что это Не обязательно Были костры Не обязательно Были публичные Казни Очень многих Людей Начиная С первого Бекона С Реджера С Роджера По 14-15 лет Гноили В тюрьмах И Очень часто Эти ученые Умирали В этих же тюрьмах Либо Использовались Еще более Интересные Способы Как это было С великим Астрономом Кеплером Когда Для того Чтобы держать Кеплера В рамках Церковники Арестовали Его мать Катарину Поместили Ее в камеру С обвинениями Естественно В колдовстве В ведовстве И для того Чтобы держать Кеплера В тонусе В течение Пяти лет Периодически Раз в неделю Раз в две недели Сжигали Какую-нибудь Из Товарок Катарина Кеплер Какую-нибудь Из заключенных Которые сидели В одной С ней Камере По одному И тому же Заявлению Естественно Кеплер Был предельно Скромен И в своих Лекциях И в своих Трудах Достаточно Сказать Что первое Его посмертное Издание Набрало 22 тома Неизданных Предельно Важных Для науки И для Астрономии Трудов Возвращаясь К антропии Действительно Это выглядит Очень любопытно И надо Знать Наверное Такие простые Вещи Которые Недоступны Попам Что даже Аминокислоты На определенном Этапе На определенном Этапе Абиогенеза Обладают Способностью К Очень жесткой И очень Интересной Практически Структурной Выстраиваемости Определяемости То есть То что Они называют Словом Энтропии Попы Да Ни в коем Случа Энтропии Не является А энтропия Это было Любимое Словечко В 50-е 60-е годы У провинциальных Генеокологов Вот Глядя В основной Объект Применения Своих Профессиональных Навыков Они Трагическим Голосом Говорили Энтропия Чем Повергали Пациенток В ужас И абсолютную Покорность